Партнер выпуска новостей Тойота Центр Ангельс. Здравствуйте! В эфире программа «Саратов. Итоги». О самых значимых событиях этой недели расскажу вам я, Павел Фитилёв. В начале выпуска коротко о главных темах. Осмотрели с воздуха. Специалисты совершили облёт территории на вертолёте. Так лучше видно масштабы паводка. Поехали. В регионе отметили День космонавтики. В Саратове митинговали, на Гагаринском поле развлекали. Пожар в колонии. По легенде загорелась кровля одного из зданий. В тот момент, когда там находились заключённые. Поднялись в воздух. На этой неделе глава областного МЧС и зампредправительства устроили облёт. Оценивали масштабы весеннего паводка. Такого в регионе не было давно. В райцентрах подтоплены полторы тысячи домов. Людей эвакуируют. По предварительным данным, ущерб уже составил десятки миллионов рублей. И сумма продолжает расти. Роман Базан отправился с ревизорами и увидел проблему с высоты птичьего полёта. Когда последний раз в регионе был такой сильный поводок, многие специалисты уже и не помнят. Ежедневно потапливают всё новые территории. Увидеть масштабы происшествия, стоя по коленам в воде, сложно. Для этого у сотрудников МЧС есть помощник МИ-8. Сегодня очередной облёт. Маршрут на сегодня правый берег. От Сторожовки до Романовки, дальше через Балашов, обратно к низовьям Волги. Ревизоров интересуют две реки. Хапёры и Медведица. Они уже неделю как вышли из берегов. Остановка в Петровске. Там накануне специалисты ввели режим чрезвычайной ситуации. Подтоплена историческая часть города. Это 640 частных домов. Жилище Игоря Власова тоже пострадало. По улицам он передвигается на резиновой лодке. Говорит, она сегодня на вес золота. Вода уходит медленно. У кого пониже дом стоит, вон сосед уже вечером вчера на ночь глядя начал уже нижние ящики с этого с мебелью вынимать. Насосную станцию разобрал, вынул из-под пола. Здесь иначе нельзя. Здесь всегда роды, кто здесь живёт. Особенно все друг другу помогаем. В таком месте живём. Всего в Петровске эвакуированы более тысячи человек. Кто во временные пункты, а кто уехал к родственникам. Зампред правительства Александр Буренин объясняет местным специалистам. Реагировать должны на любой звонок. Даже на наглость жителей. В три часа ночи, звонок. Нам плохо. Значит, спасатели туда вместе с полицей приезжают. Сидят четыре мужика, бугая, выпивают. И говорят, у нас хлеб закончился, привезите. Но понятно, что по-русски тут высказали всё, что думают о себе и о них. Но выполнили просьбу, хлеб привезли. Вынуждены с вами реагировать на любые просьбы. Сложная ситуация и в Аткарске. В городе потоплены 800 домов. Их жильцы уже эвакуированы. Спасатели подвозят людям продукты и воду. Всего же в зоне бедствия 13 населённых пунктов. Это примерно 3000 человек. По окончании паводка будут предусмотрены все меры. Будут оформлены все необходимые документы. И будет определён ущерб. Этот ущерб будет компенсироваться из резервного фонда Саратовской области. Деньги на это предусмотрены. Так что ни один житель без внимания не останется. Всего в регионе затоплены два десятка низководных мостов и 10 автомобильных дорог. На днях специалисты отправятся на другую сторону региона. На левобережье также есть проблемные районы. Роман Базан, Роман Шельдяев, Саратов, 24. Поехали! Саратов отметил День космонавтики. Главные торжества прошли на месте приземления Гагарина. Возложение цветов, посадка ели и песни о космосе. Традиционное мероприятие разбавил только полёт модели копии ракеты «Восток». Вернее, её падение в толпу. Произошло это из-за сильного ветра. А вот парашютистам повезло больше. За их приземлением наблюдала Надежда Новикова. «Гагарин – ты космос» – это один из лозунгов сегодняшнего мероприятия. К стеле первого космонавта возложили цветы. В основном это красные гвоздики и красные розы. Ну и подрастающее поколение фоткается на фоне Гагарина. Все поколения саратовцев гордятся, что именно на нашей земле Юрий Алексеевич Гагарин воплотил свою мечту летать. Значит, в нашем воздухе, в наших людях есть что-то особенное. То, что окрыляет. Уже традиционно на месте приземления Гагарина в День космонавтики разместили небольшой шатёр. И здесь очень много интересных экспонатов, некоторые из которых можно даже примерить. Например, вот этот вот подшлемник, да, называется? Шлемофон. Лётчик Аверин летал в таком шлеме. Ну, естественно, не в космос, да? Нет, это лётчики, которые летают вот на самолётах, они носят такие шлемы. Попробую примерить. С небес на землю. Это, пожалуй, самая зрелищная часть мероприятия. Парашютисты спускаются сюда, на место приземления первого космонавта. 1200. Самая стандартная высота для таких выступлений. Вот, потому что и ветер, в принципе, такой хороший. Вот, с паровыми. У вас ещё дополнительная ноша была в виде флага, да? У меня флаг, да, российский был. Опять же, главное, чтобы он тоже нормально распустился. Потому что бывали случаи, когда спутывались, сам он отстёгивался. Ну, в данном случае, всё нормально прошло. Как вкусно пахнет, ни один праздник у нас в стране не обходится без хорошего угощения. Так вот, сегодня на месте приземления Юрия Гагарина продают шашлыки, угощают всех каши. Кстати, это отличная еда для космонавта. Наверное, Юрий Гагарин частенько её ел. Как известно, когда он был на приёме у английской королевы, из всех столовых приборов он пользовался только ложкой. Так вот, Елизавете пришлось последовать его примеру. В рядах памятной аллеи сегодня пополнение на 100 саженцев. Вот такие вот маленькие зелёные ели теперь здесь будут расти. Так что одними разговорами о космосе не ограничились. Решили сегодня позаботиться и о лёгких нашей планеты. Надежда Новикова, Олег Бирюков, Саратов, 24. Пожар за колючей проволокой в ангельской колонии особого режима прошли учения. По легенде, загорелась кровля одного из зданий. За одну минуту заключённые должны были покинуть помещение. В ходе тренировки специалисты проверили запасные выходы и умение сотрудников пользоваться огнетушителями. Полина Попенец отправилась в колонию и увидела, как действуют заключённые при чрезвычайной ситуации. Организовано шагом осуждённые направляются к запасным выходам. Их в актовом зале клуба четыре. Это всего лишь учения, но действуют так же, как будто это настоящий пожар. Настоящий огонь имитирует стробоскоп. Система оповещения в клубе 13-й колонии срабатывает моментально. Дымовые датчики находятся в близких сцене. В считанные секунды заключённые должны покинуть зал. По легенде, огонь охватил кровлю здания. О пожаре сигнализируют дежурному. В руках с огнетушителями он и его коллеги спешат к пылающему клубу. Ещё через некоторое время из-за поворота появляется пожарный расчёт. Пожарные делятся на две группы. Одни работают на кровле, другие отправляются в помещение. Тем временем всех осуждённых пересчитывают. Значит, осуждённые после эвакуации упывают в специально предназначенное место на территории учреждения. Для их последующего просчёта проводится это мероприятие с целью определения, не остались ли у нас в данном помещении люди. При руля 66-му машину водоисточник поставили. Пострадавших не обнаружено. В колонии особого режима есть своя пожарная часть. Поэтому проверки системы оповещения и эвакуацию проводят регулярно. Заключённые знают, как действовать. Да каждый знает, что делать. Это как отче наш. Три главных вопроса – это сразу оповестить дежурную часть, значит, отключить электроэнергию, ну и эвакуировать. Без паники, без суеты, без толкотни. Четыре двери. Все спокойно вышли. То есть мы готовы к таким ситуациям на 100%. И всё же тушение возгорания за колючей проволокой отличается. На окнах пожарных расчётов – решётки. А техника рассчитана не только на ликвидацию ЧП. В случае бунта с помощью неё можно, например, разогнать заключённых. Полина Попенец, Олег Бирюков, Саратов, 24. До сих пор ждут своё жильё. Две с половиной тысячи дольщиков по-прежнему не могут вселиться в свои дома. Об этом в очередной раз напомнили в правительстве области. Там прошло заседание по долгостроям. В списке 15 домов. Их относят к так называемой самой проблемной группе. Кое-где возведён только котлован, другие уже практически достроены. Основная проблема – нет инвестора. А где-то дольщики не могут договориться между собой. Например, в Балакове возник спор из-за доплаты. По словам Николая Панкова, депутата Госдумы, курирующего ход работ, сумма в 1200 рублей за квадратный метр не окончательная. Инвестор проведёт перерасчёт. Я думаю, что сейчас он выйдет со свайного поля и начнёт уже вести строительные работы. Будет более точно ясна экономика и разногласия на этом доме. Поэтому вместе этот диалог ведём с властью, с подрядчиком, с председателем ЖСК. Тоже она помощь оказывает с людьми. Конечно, хотелось бы, чтобы цена уменьшилась. Возможно, это так и будет. Напомним, с инициативой решить в регионе проблему дольщиков выступил летом прошлого года спикер Государственной Думы Вячеслав Володин. Первая встреча рабочей группы прошла в августе 2017-го. В прошлом году удалось также найти возможность достроить и ввести 10 долгостроев. Валерий Радаев поставил перед участниками группы задачу сдать почти столько же и в текущем году. О криминальных новостях минувшей недели расскажет официальный представитель главного управления МВД по Саратовской области Анастасия Захарова. Анастасия, здравствуйте, вам слово. Спасибо, Павел. В Саратовской области проводится операция «Контрафакт». Сотрудники полиции занимаются поиском мест, хранения и продажи контрафактной одежды и обуви. Вещи известных брендов продаются по смешным ценам. Спрос на данную продукцию, по словам продавцов, всегда высокий. А покупатели не жалуются на качество товаров. Самое главное – это узнаваемый логотип на кроссовках и внешний вид, который почти ничем не отличается от дорогого оригинала. В итоге наносятся колоссальные убытки правообладателю. Задача полиции – вернуть торговлю в цивилизованное русло, и в данном вопросе не может быть компромиссов. Проверки торговых объектов и точек не носят разовый характер. Они проводятся на постоянной основе. Весь товар, имеющий признаки контрафактности, изымается, возбуждаются дела об административных правонарушениях. И по итогам их рассмотрения владельцев обязывают выплатить крупные штрафы. Украл, чтобы сжечь. В заводском районе Саратова задержали пожилого человека. Мужчину подозревают в краже детской коляски. Сотрудникам полиции удалось в короткие сроки найти вора. На вопрос полицейских, зачем он это сделал, пенсионер ответил. Хотел сдать коляску в пункт приема металла. Все подробности в нашем репортаже. Аттракцион-паровозик только проснулся после зимней спячки. Его сразу атаковали взрослые дети. Прокатнуться по скверу Гагарина решила и семья Денисовых. Коляску папа оставил у аттракциона. Вернулся, на месте ее не оказалось. Нашли коляску. Вернее, то, что от нее осталось, сотрудники патрульно-постовой службы в частном доме напротив. Мы подошли к этому дому, через забор мужчина увидел свою коляску. Говорит, вот она, только она, говорит, вся засаженная. Сотрудники ППС рассказывают. Потерпевший обратился к ним, как только увидел полицейских. Ждать следственную группу не стали. Опросили очевидцев и отправились на поиски. Подозреваемый в краже мужчина уже в отделе признался. Сжег коляску, чтобы сдать каркас на металлолом. Сожалел лишь о том, что сотрудники полиции слишком быстро его вычислили. В ходе предварительного расследования установлено лицо, совершившее данное преступление. Им оказался мужчина, 1948 года рождения. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Скверы и парки излюблены места отдыха саратовцев. Все они под особым контролем полицейских. Круглосуточно в городе обеспечивают общественный порядок и безопасность более 140 сотрудников патрульно-постовой службы. Там, где нет поблизости стационарных пунктов, дежурят передвижные посты. Здесь есть массовое скопление граждан, поэтому необходима охрана общественного порядка в таких местах. Несем службу по всему городу Саратову. В основном здесь, в заводском районе. За раскрытие преступления по горячим следам сотрудники патрульно-постовой службы будут поощрены руководством. Эллада Бжалимова, Андрей Багаев. Специально для телеканала «Саратов-24». Это был обзор происшествий за неделю. Новая информация на телеканале «Саратов-24» уже в следующие выходные. До скорой встречи в эфире. Спасибо, Анастасия. Мы продолжаем наш выпуск. Смотрите далее. Продолжают бороться за главный приз. Школьники со всей области проверяют свои знания в проекте «Поколение У». Какая температура за окном ждет саратовцев в первой работе день недели, 16 апреля? Расскажу вам я, Александр Новохадский. Дождитесь. Генеральный спонсор выпуска «Стальные двери Торекс». Торекс – уверенный выбор миллионов. Здравствуйте. В понедельник, 16 апреля, в Марксе, Балашове, Хвалынске, Алгае, Перелюбе и Балакове облачно с прояснениями. Кое-где возможен небольшой дождь. Ветер в основном западноумеренный. Днем плюс 7, плюс 13 градусов. А ночью плюс 2, плюс 5. Сохраните приумножить сбережения. Сельскохозяйственный кооператив «Гарант Кредит» предлагает членам кооператива высокие ставки по сбережениям до 15% годовых. «Гарант Кредит» – 15 лет безупречной работы. Подробности по телефону 90-64-44. Город Саратов, Ямлютина, 39-45. А в Саратове и Венгельсе пасмурно и тоже возможен небольшой дождь. Температура днем 8-12 градусов, а ночью до плюс 5. Атмосферное давление около 759 миллиметров ртутного столба. В народе говорят, если к этому дню лед не прошел, то лов рыбы будет плохой. Всем добра и здоровья. До встречи. Вооружились в техническом университете. Презентовали зенитно-ракетный комплекс. Правда, не боевой. Система виртуальная – это симулятор, который полностью способен заменить настоящую установку. Нужна только розетка. На нем уже начали оттачивать навыки будущей ракетчики. Разработчики уверены, скоро на тренажер перейдут все войска. Роман Базан пообщался с изобретателями и выяснил, чем этот симулятор лучше существующих. Бомбардировщик А-10, дальность 7000, высота 350. Военная кафедра в техническом университете. Будущие офицеры учатся работать в одной команде. Сбивают вертолеты и штурмовики. Правда, только на экране. Зенитно-ракетный комплекс «Стрела-10» – это симулятор. Разработка саратовских ученых. На тренажере учатся уничтожать воздушные цели на небольших высотах. Трудились над системой 5 лет. Руку приложили и сами курсанты. Дорабатывали программу. Мы спускались к нам в бокс, фотографировали рабочее место оператора полностью и пытались создать полностью близкую к настоящей установку на рабочем месте оператора. Но, думаю, у нас это получилось. Моя задача стоит исправление ошибок. И задача, главное, это дописать новый функционал. То есть, последнее, что было реализовано, это смена времени дня, чтобы можно было работать как в фотоконтрастном режиме и в инфракрасном режиме. «Стрелу» разработали еще в середине 70-х. Тогда ими активно вооружали советскую армию. И по сей день комплекс только модернизировали. Например, сегодня скорость выпущенной ракеты составляет более 600 метров в секунду. А на западе зенитно-ракетный комплекс «Стрелу-10М» называют просто «Суслик». Разные уровни сложности или выбор определенного боя. Здесь все, как в компьютерной игре. Можно отрабатывать навыки в классе или переоборудовать боевой комплекс в учебный. Управлять им виртуально. По словам разработчиков, симуляторы, что сегодня в войсках, сильно уступают саратовскому ноу-хау. Штатные тренажеры, которые сейчас приняты в войсках, они позволяют обучать только один экипаж. Только командир расчета и оператора. При этом тактические задачи могут решаться только на полигоне. Для этого нужно всю часть вывести на полигон. Это затраты материальные, технические, ресурсные затраты. Мы с помощью нашего тренажера можем обучать личный состав по сопровождению целей, по пуску целей, не выезжая на полигон. По словам ученых, симулятор практически готов. Теперь осталось найти деньги, чтобы запустить разработку. Необходимо чуть более полумиллиона рублей. Здесь считают, что тренажер пригодится для учебы курсантов в военных кафедр и училищ. Роман Базан, Роман Шельдяев, Саратов, 24. И стекает срок предоставления специальной ежегодной отчетности. Речь идет о некоммерческих организациях. Документы они должны сдать в органы Министерства юстиции России. В этом году это необходимо сделать до 16 апреля включительно. Что должно быть в документе и чем грозит непредоставление отчета? На наш вопрос ответит руководитель управления Министерства юстиции по Саратовской области Максим Колесников. Максим Александрович, здравствуйте. Какое количество некоммерческих организаций зарегистрировано в Саратовской области? И всем ли нужно сдавать такие отчеты? На сегодняшний день на территории Саратовской области зарегистрировано и являются действующими 2320 организаций. Абсолютно большинство из них должны до 16 апреля в этом году предоставить отчетность. Исключением являются только организации, относящиеся к религиозным, которые не получили в 2017 году иностранного финансирования и которые не имеют в своем составе иностранных членов. Все остальные должны будут предоставить отчетность той или иной формы. Каким способом могут отчитываться некоммерческие организации? И как можно сделать это быстрее перед окончанием срока? Минюстам предоставлен целый комплекс вариантов предоставления отчетности. Это предоставление непосредственного управления. Сегодня мы принимаем весь рабочий день отчеты. Это второй вариант направления почты России. И третий, на мой взгляд, самый удобный вариант – это направление через портал Министерства юстиции, через сеть интернет. При этом электронная цифровая подпись для регистрации на портале Минюста не нужна. И вся процедура и регистрация, и предоставление отчетности занимает 10-15 минут максимум. Важный момент. Какая ответственность предусмотрена за непредоставление или за просрочку ежегодной отчетности? Административным кодексом установлена административная ответственность в виде предупреждений, либо штрафа. Есть ли уже конкретные примеры в нашем регионе? Да, безусловно. Каждый год после отчетной кампании все эти организации некоммерческие, которые не предоставили отчетность, они по нашим протоколам привлекаются к административной ответственности мировыми судьями. Выносятся штрафы и речь идет о достаточно большом количестве организаций. Это несколько сотен организаций, которым назначены штрафы. Более того, если организация после нашего предупреждения о том, что она все равно должна предоставить отчетность, нам его не представляет, мы готовим исковое заявление и выходим в суд с иском о ликвидации данной организации. У нас тоже достаточно большое количество таких ликвидированных организаций было в 2017 и в 2018 году. Спасибо. Я напомню, мы общались с руководителем управления Министерства юстиции региона Максимом Колесниковым. Половина пути пройдена. На нашем телеканале школьники со всей области проверяют свои знания в проекте «Поколение У». В этом году главный приз – набор подготовительных курсов для поступления в УЗ под трем предметом от Саратовского классического университета. Из 16 команд осталось только 8. Мария Карманова расскажет о том, как проходят интеллектуальные игры. Первая половина сезона пройдена. В «Поколении У» сыграны 8 поединков и отобраны 8 команд-участниц второго тура. На вопросы от специалистов Саратовского госуниверситета будут отвечать школьники из 7 саратовских и 1 балаковской школы. В этом году задача для участников усложнилась, потому что к филологам и историкам, которые пишут вопросы для игры, присоединились физики, химики, биологи, математики и другие научные сотрудники старейшего вуза города. Они же присутствуют и в жюри проекта и с удовольствием отличают искренность проекта и его участников. Работая со своими студентами, могу сказать, что бывает так часто, что студенческая среда, молодежная среда лишена какой-то эмоциональности и даже иногда бывает черствой душой. Ну, безразлично к некоторым мероприятиям. Здесь видно было, что есть эмоциональная составляющая. Ребята радовались за победу, радовались за то, что они успешно или отвечают. То есть мне очень игра понравилась. Я думаю, вообще бы я Николай Гаврилович Чернышевский, видя эту игру, улыбнулся бы сейчас. Такие проекты нужны. Во-первых, это какое-то яркое пятно во всем том медийном пространстве телевизионном, которое нам предлагается сейчас, сегодня. И к тому же хотелось бы пожелать телеканалу «Саратов-24», чтобы зрителей у его программы «Поколение У» было как можно больше, потому что действительно это еще один способ, еще одна возможность пополнить свои знания. Полезный проект для всей семьи с удовольствием поддерживают и компании-партнеры. Вода «Чистый глоток» для проекта не просто надежный друг. Этот освежающий спонсор сотрудничает с «Поколением У» второй год подряд. Кристально чистая вода для активного отдыха и динамичного образа жизни всегда на столах у участников и членов жюри. А для финалистов проекта «Чистый глоток» готовят приятные подарки. Торговая марка «Чистый глоток» второй год подряд поддерживает этот замечательный проект, очень значимый и важный для развития молодежи. Нам важно участвовать в данном проекте, потому что мы хотим больше понимать и узнать наше новое поколение и быть причастным к его развитию. Еще один надежный партнер – компания «Сеньор Потолок», которая громко заявила о себе на саратовском рынке. Три потолка по цене одного – это не только яркая рекламная компания. Это еще и гарантия качества, оперативности и надежности всех материалов, с которыми работает «Сеньор Потолок». К тому же важный момент для компании – клиента-ориентированность ее сотрудников. «Сеньор Потолок» – федеральная компания. Наши представительства находятся в крупнейших городах России, поэтому мы всегда ответственно подходим к своему делу и к выбору информационных партнеров в Саратове. Проект «Поколение У» для телеканала «Саратов-24» – возможность консолидировать силы многих партнеров для достижения важной цели – сделать умных, улыбчивых и успевающих учиться и играть подростков главными героями нашего времени, от которых будет зависеть будущее. Мария Карманова, Вячеслав Соленков, Роман Шельдяев, Рамиль Кушаев, «Саратов-24». Таковы главные новости этой недели. Я с вами прощаюсь. Не переключайте кнопку канала «Саратов-24». Будьте в курсе самых интересных и актуальных событий. До встречи. Партнер выпуска новостей «Тойота Центр Ангельс». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова